1746 год. В этом году происходит событие романа «Остров сокровищ», то есть где-то близко к якобитскому восстанию, и там есть шотландцы. В результате в одной из советских экранизаций вообще все это увязали с восстанием, якобы они деньги на восстание там хотят приобрести. И при этом еще на часовке они чуть ли якобитов не объявили коммунистами, хотя якобиты на самом деле были правые монархисты, хотели демократов свернуть в Англию. Ну ладно. Якобитское восстание повлияло на войну, отвлекло силы англичан, в результате продолжали наступать в Бельгии французы, взяли Брюссель в 1946 году, Антверпен, крепость Монс, Намюр, это все ключевые пункты в Бельгии, фактически Бельгию они уже оккупировали французы. В Италии весь год наступали австрийцы, взяли города Асти, Печенцы и Генуя, 6 сентября 1746 года, пик успехов австрийцев взяли Генуи. Однако в Генуи произошло народное восстание, такое легендарное восстание Балилы, про которое много историй рассказывают в Италии, но подробно о нем не будем, потому что у нас в фокусе Россия. Так или иначе, в результате народного восстания австрийцев из Генуи изгнали. Генуи вообще по культуре близка к Франции, у них там генуайский язык в смеси итальянского с французским, так что они, в общем, французов и поддержали. Австрийцы пытались даже в Южную Францию наступать, но ничего не получилось, Генуи очистили и, в общем, по итогам надо сказать, что, значит, север Италии заняли без Генуи, но дальше продвинуться не смогли. А в Бельгии как раз французы смогли продвинуться и наступали. В колониях тоже происходят интенсивные сражения, в особенности в североамериканских, и там есть определенные успехи британцев. Была взята крепость Луисбург. На стороне французов воюют многочисленные индейцы, которых французы хорошо с ними обходились, торговали, приобрели их в качестве союзников. Индейцы многие поддержали Францию, однако индейцы со своей стороны считали, что проблему белых нужно решать уничтожением всех белых. То есть, когда индейцы, сторонники Франции, воевали против североамериканских колоний, они там просто уничтожали всех, включая мирных жителей. Ну, надо сказать, что ранее белые также поступали с индейцами, кстати, и поступили так до конца и практически уничтожили индейцев в Северной Америке. Так что, в общем-то, индейцы только отвечали тем же. Но, тем не менее, эта вся война за австрийское наследство, она хорошо в США запомнилась. Именно то, что массовое уничтожение мирных жителей, кровопролитные. Допустим, в колонии Массачусетс 8% населения погибло. Ну и так далее. В общем, большие потери несли североамериканские колонисты, хотя, в общем, особенно там они и не собирались воевать. Но в ситуации Америки, когда Канаду контролирует Франция, это война с Канадой фактически. На стороне англичан участвовали иракезы, допустим, считались союзники англичан. Ну, соответственно, между индейцами тоже были сражения, потому что часть индейцев за французов, часть за англичан. Но, в общем, американская большая война. Ну, в общем, определенные успехи были у англичан, но полностью Канаду они не заняли. Потому что колонисты североамериканские, хотя и участвовали, но серьезно не смогли ничего сделать из-за сопротивления индейцев. В Индии тоже в этом году интенсивные боевые действия. Значит, первоначально там вообще-то в Индии колонии, так называемые английские, были записаны на частную компанию, на ост-индскую компанию, британскую. Там была еще французская и уст-индская компания, то есть, в общем, тоже и французские колонии тоже на частную. Они первоначально пытались там не воевать, потому что они в этом не были заинтересованы. Они, конечно, конкурировали, но они больше, в общем, были заинтересованы с индусами какие-то отношения там налаживать, разваливать империю моголов и так далее. Однако послало туда британское правительство эскадру, которое немедленно начало топить суда всех этих французских компаний, так что войны не удалось избежать. Они посылали туда флот за флотом британцы, планируя выбить оттуда вообще французов. В 1745 году была атака на Понде-Шери, то есть на основной центр французских колоний, с которой, однако, справились французы. Подтянули туда тоже эскадру, нанесли морское поражение как раз в 46-м году англичанам и штурманули Мадрас. Мадрас, это был центр английских колоний всех. Мадрас взяли в сентябре 46-го года, и там была еще история, они требовали 2 миллиона выкупов за Мадрас. Там же коммерсанты были в Индии, они на деньги все мерили. Значит, они Мадрас взяли, потом взяли 2 миллиона долларов и Мадрас освободили. После этого тех, кто все это провернул, во Франции арестовали, 3 года тюрьмы дали. Что вы крепости попродали? Охереть! Что у вас там в Индии творится? Ну вот я говорю, там логика другая была у тех, которые в Индии были, и у французов, и у англичан. Ну и после того, как арестовали, значит, того, который Мадрас продал, опять взяли Мадрас по второму разу. Ну и практически, значит, очистили французы. То есть в Индии французы практически полностью захватили английские колонии там без нескольких крепостей. То есть в Индии, наоборот, успехи были у французов. В Америке умеренные успехи были у англичан. Стеллер умирает в этом году. Исследователь Сибири. Вот это в контексте Сибири нужно о нем поговорить. Ну, он немец по происхождению. Немцы большой вклад несли в 18 веке в исследование Сибири. Миллер еще будет. Должен о Миллере тоже поговорить. Лейпциг, вот там все. В университет Галли кончал. Ну, он был учитель ботаники. Он хотел быть академическим ученым. В Германии возможности не было, а в России всех брали. В России даже учитель ботаники сразу академиком считался. Поехал в Россию. Кстати, был тесно знакомый с Прокоповичем. Был врачом Прокоповича. Сам вызвался в Сибирь. Стеллер. В результате вот умер он в достаточно раннем возрасте. 37 лет Стеллер умер. Сдал, короче, он в Петербурге экзамен на академика по ботанике. Вот. И его послали во вторую Камчатскую экспедицию. Ну, он довольно долго ехал. У него семья в Москве осталась. В 1738 году покидает он Центральную Россию. Интересовался он, кстати, культурой сторожилов тоже. У него есть книга «Народная медицина Сибири». Поскольку он ботаник, он изучал какие-то там лекарственные растения. В Сибири опрашивал сторожилов по этому поводу. В Томске он заболел. Доехал до Енисейска. Когда выздоровел, он там уже встретился с другой группой. Там была немецкая группа Гмелин, Миллер и Делиль де Лакроер. Это, видимо, значит у нас француз. Ну, в общем, немцы плоховато к нему отнеслись. Говорят, что они там выясняли, кто у них главный, кто не главный. Вот там Гмелина собирались послать на Камчатку. И он, видимо, из подлости послал вместо себя Стеллера. Но Стеллер сам хотел действительно на Камчатку. Стеллер хотел сделать научное открытие. А эти территории точно были неизвестны. И там много неизвестных растений и животных. Ну, вот, в общем, вместо Гмелина, который был старше его типа по званию, послали этого Стеллер на Камчатку. Стеллер прибыл в Иркутск. Описывает он Байкал. От него уже много текстов остались. В Иркутске он исследовал уже местные растения интенсивно. Составил топографическое описание Иркутска и Байкала. Затем он доехал до Охотска к 1740 году. И как раз к 40-му году они там только собрали экспедицию. Я уже рассказывал, что Беринг там торчал якутский и 6 лет собирал экспедицию. Ну, вот они сослали, собрались. То есть он с ними пошел на Камчатку. На Камчатке он собирал материалы по этельменам. Кстати, он их полюбил, он за них заступался. И за это он как раз и погиб. Что он заступался за этельменов. Но это позже. Значит, 1741 год он с Берингом из Камчатки отправляется дальше туда, на Аляску. И Гмелин, и Миллер с ними переписывался, с другими-то немцами. Они его отговаривали. Ну, кстати, Гмелин говорит, что Стеллер был такой очень неприхотливый. У него был только один стакан, одна миска. Простая одежда. Любые туфли, любые сапоги. Короче, Стеллер был, конечно, немцем, но так по жизни был сибиряк. Ну, то есть ему было все пофигу, все материальные проблемы. Он, так сказать, был неприхотливый. Не стремился к роскоши. Ну, в общем, немцы его, тем не менее, говорили, что не надо ему на Аляску плыть. Пытались отговорить, но он не согласился и поплыл на Аляску исследовать там растения, животные. В дороге он поругался с командой, что потом тоже плохо сказалось. Они его не хотели отпускать даже на берег. Они приплыли, значит, на Аляску. Ну, Стеллер, тем не менее, считается первый белый человек, который вступил на Аляску. Они его отпустили на 6 часов. Он там завесал опять исследованиями, соответственно, животных. Открыл там, кстати, Стеллерову черноголовую голубую сойку там. 163 вида растения писал на Аляске. То есть, в общем, работал там он интенсивно. Потом они на разных островах там вокруг Аляски оставались, каяк и так далее. Шумагинские острова, это экспедиция Беринга. И вот там Стеллер интенсивно собирал всякие растения, гербарий собрал. Потом вместе со всей экспедицией он болел цингой. Они потерпели корабокрушение, я рассказывал, и зимовал на этом самом Беринговом острове. Там были жуткие условия, половина их умерла. Стеллер был один из немногих в живых оставшихся офицеров и продолжал работу. Вот в таких условиях, когда они умирали с голоду, он как раз описал морскую корову, которая сейчас корова Стеллера тоже называется, сивуча, морского кота, морского бобра, огромное количество животных, которые только там есть на этих Командорских островах, вот в этих районах. Европа о них не знала. Стеллер первое описал. И написал там работу о морских животных, ясен хрен, что на латыни. Дебестис маринис. Описал он всего, когда они с голоду умирали, 200 что-то там с лишним растений, 218 видов растений описал на Командорских островах. Беринг умер. Короче, все умерли, но Стеллер выжил. Вот его, видимо, желание донести до людей свои открытия новых растений, животных, оно его все-таки спасло. Вернулся он на Камчатку, написал там дневник путешествий из Камчатки в Америку. Это крупнейший такой источник по экспедиции Беринга. Написал там физико-топографическое описание острова Беринга, обработал свою коллекцию 218 растений с острова Беринга. Отправил всю хрень в Академию наук, начал писать историю Камчатки. Истории никакой не было, только Камчатку открыли, поэтому он написал там какие-то народы. Вот он написал Коряков, Этельменов, Чукчей Первый. Серьезный исследователь и природы Сибири, и народов Сибири. Пытался составить описание семьи Камчатки. Тем временем там, значит, на Камчатке они репрессировали Этельменов, и Стеллер поругался с ними. Он как раз изучал Этельменов, они их там посадили в тюрьму, непонятно из-за чего, и Стеллер там заступился. Но у нас в Сибири местные власти беспредел постоянно творили. И то, что он заступился за Этельменов, они так восприняли, что это наезд на их власти, и написали донос огромный в Петербург, что тут Этельмены восстали, Стеллер восстал вместе с Этельменами и так далее. Ну, понятно, что все переврали, вот там всегда врут так жутко. Потому что там местная власть вообще уже считает себя попом земли. Это вот у нас по жизни так. Ну, короче, настучали они на этого немца Стеллера несчастного. Стеллер тем временем поехал уже в Европу, он постепенно медленно ехал, в Иркутск, доехал уже до Соликамска, то есть до Перми, уже, в принципе, возвращался он в Санкт-Петербург со своими огромными книгами и всеми этими. То есть он часть послал в Академию, а основную часть он с собой вез всех своих открытий, там все свои книги вез, огромные. Очень много написал. Вот он в Соликамске сидел в ботаническом саду, исследовал свои растения, тут хренак на него, короче, донос. Якобы он там участвовал в восстании камчатских племен. Его арестовали и послали в Иркутск, потому что следствие в Сибири проводилось по этому поводу. Значит, он частично ему удалось, насколько он смог, отправил часть своих рукописей в Академию наук, но основная часть его исследований пропали на самом деле. То есть вот то, что Стейлер исследовал на Камчатке и на Аляске, основная часть пропала, то, что он написал. Описание там и тельменов, коряков он составил. Это все очень сейчас важно, потому что эти придурки-колонизаторы там не интересовались местными народами. Вот этот немец, он первое писал, как они реально были еще до влияния на них русских, там всех обычаев, языки и все такое. Пропало это все из-за доносов вот этого придурка Хметьевского на Стейлера. Ну вот, значит, он ехал в Иркутск, и с дороги уже его сняли, Стейлера, там другие поступили сведения, что якобы он не участвовал в восстании, может, немцы заступились, хер бы знает. И он начал опять возвращаться, и вот от всех вот этих переживаний из Сибири он заболел, и в Тюмени он умер. То есть уже возвращаясь все-таки вот с этого следствия в Санкт-Петербург, по дороге в Тюмени он умер, там стоит памятник ему. Ну, не памятник, могила там. Часть рукописи спасли, которую он еще на Камчатке оставил. Крашенинников в этом поучаствовал, тоже исследователь Камчатки. Ну, вклад Стейлера огромный в исследование Сибири, и надо сказать, что это только небольшая часть его реальных открытий, основная часть погибла из-за доносов этих придурков-колонизаторов. Ну, в общем, в основном все дальше уже связано с судьбой его открытий. Кстати, Карл Линей тоже получил его в Гербаре, использовал в своих работах. Линей, он провел определение всех этих растений и животных по своей системе Линейя. Ну, известен, хотели ему памятник поставить, так и не поставили. Стейлера у коровы истребили эти дураки, опять же, колонизаторы. Он открыл животное новое, описал его полностью, они его там на Камчатке уничтожили полностью потом. Путем охоты. Красной книги не было, они всех вот обвивали, кого могли. Ну, вот такие у нас про Сибирь истории.